У нас не джип, и мы пытаемся вот здесь съехать. Корни усложняют ситуацию. Фёдор смотрит траекторию. Тут очень всё неровненько. Я поснимаю специально для папы. Вот всё, ты начала снимать, я тогда тебя не слушаю. Ты не снимаешь больше. Как я ору, ты не слушаешь. Съехать это пол-дела, даже меньше пол. А вот заехать обратно. Будет интересно. Прямо страшно, не могу. Ну, практически джип. У нас к носу машины, как Барсик любит спать. И уже ребята раскладывают в лагерь. Вот дорога, и мы раскладываемся. Привет, лесяне, гости и жители моего сказочного леса. Продолжаем наш влог из леса. И сегодня вас ждёт много творчества. И много красоты. Весь лес усыпан жёлтыми подснежниками и синими. Пока не вытоптали цветочки. Надя, жёлтые куртки и цветочки жёлтые. Чехольщик и телефон тоже нужен. Да. Серёза. Короче, я когда эту поделку делала, эта вышивка, я ориентировалась на народы крайнего севера. Ты же у нас с деревьями разговариваешь, с землёй. Это, короче, втыкается в Пасху. И вот вся эта композиция. Ой, спасибо. Чтобы легче было, как шаман, общаться. Так. Надо было ещё... Завтра пойдёшь, вот так кустом поставишь, и я не сидю. Да, мне есть неразлучники славянцы. Поехали об этом. Он помогает, в общем, вместе объединяет. Класс, спасибо, Олесь. Ой, я уронила. Обалдеть. Я, наконец-то, почувствую сейчас лавянина. Олесь, всё на видео, всё на видео. Так. Зайчики, попрыгайчики. Денис. А, я... Короче, когда я это вышивала, это лоскутное одеяло. А, я думал, я... Ну, ты тоже, Денис, но подожди. А потом берёшь и смотришь на жизнь, оказывается, красивое у меня всё лоскутное одеяло. Спасибо. Чтобы у тебя прям всё было хорошо. Спасибо. Слышка есть такая, пающая, да? Лоскутное одеяло. Денис, ты не смотришь на себя яичко маленькое. Оно двустороннее. Ты посмотри, какое там... Это токсическое яичко, токсичное. Очки, маска, маска, прям всё. Не смотри, говорит, что у тебя яичко маленькое. Сделай себе какую-нибудь привязку к рюкзаку. А у меня есть на подоконнике, чтобы набор, там какие-то супы застоят, всякие приколючие поставлю. Бога у нас капитан, поэтому у него капитанское яичко. В маске. В высшеме есть такое поверье, что нужен маяк человеку обязательно. Вот, что же, сделай какую-нибудь привязочку себе. Спасибо, Олеся. На здоровье. Всё. Я готовилась к этому дню, вы знаете, у меня традиция. Да, Олеська, каждый год, молодец. Спасибо. Спасибо. Красотища была. На здоровье. Аж солнце выглянуло. Как природа любит, когда подарки дарят. Ну вот там у нас АК. Она совсем близко. Это кажется, что не видно. Вот мне видно. В камеру, наверное, вам не видно. А у меня по традиции первая моя болит голова. Давайте немножечко вернёмся назад в прошлый год. И посмотрим, как мы ехали сюда в прошлом году. И какие вообще были ценности, интересы, какие были страхи. Хочется уже побыстрее выехать из города. Но по пути выясняется, как всегда, что то в один магазин, то в другой. Так что вот так. Надеюсь. Да, что надеюсь. Я уверена, всё будет круто. Мы в лесу как дома. Поэтому мы едем домой. Только бы казаки не прогнали. Нас тут обещают казаков напустить нарушителей. Вот. Так что. Всё будет круто. Хочу показать вам нашу самоизоляцию машин. Как для выходного, так обычный день. Как будто бы и нет этой поправки в Коап. Поменьше. Да, поменьше. Людей мало, но есть. В основном вот так вот я вижу. Без масок. Там сзади бабушка шла в маске. Единственная вещь. Нет, там есть. Ну да. Хотела объяснить, почему я такая вороная сегодня. И неактивная. Потому что, блин, с утра как-то встала. И голова болит. Так странно. И, блин, ощущение как будто без воживания. Ну, это всё ерунда. Это всё пройдёт. Таблетку я уже выпила. Жду, когда подействует. Наш крутой Фёдор и крутой лагерь. Вовкина палатка видна за километры просто. Маячёк оранжевый. Так. И скоро где-то здесь встанет наша палаточка. Сделай кровавое лицо такое. Жан. Не хочу. А тебе объясни, выживальщик. Какого фига ты делаешь? Сейчас я объясню выживальщика. Кыш. Да, тогда мы боялись казаков. Тут наш губернатор распорядился по берегам Аки пустить казаков на лошадях, чтобы отлавливать отдыхающих и возвращать их по домам. Сейчас такого бреда вроде бы нет. Сейчас всё хорошо. Вот. И мы отдыхаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь очень большой уклон. Там дальше поле и деревня. И мне очень нравятся эти сосны. Кстати, вы знали, что сосны – это хищные в плане энергетики деревья. То есть пока длится световой день, они забирают энергию у людей. Ну, у всего живого. И хорошую, и плохую, всякую просто. И когда начинается ночь, они способны отдавать уже энергию. Вы только посмотрите, какая красота. Просто ради этого стоит жить. Это невероятно. Здесь ещё такие перепады высот. Мы вот в эту горку спускались. И скоро будем уже подниматься, потому что Фёдор повезёт меня домой ночевать. Я не могу за собой ухаживать ни то что в квартирных условиях. А здесь, тем более, и эти сосны. Это просто красота. А вот там лежит камень. Наш легендарный камень, к которому мы всегда ходим каждый год. И по нескольку раз в год. И просто приезжаем. Он такой камень задумчивости. Его какое-то время пытались, какое-то время назад пытались его украсть у природы. Видно, что подкоп делали. Видно, что тащили там борозда. Но не смогли. Бросили как есть. А вот люди срезали себе вербочку. Видимо, лишка нарезали и просто выбросили ветки. Очень жаль, что такие люди. Наш лагерь вот там. Мы скрыты кустами со всех сторон. Вон в низинке. Там всегда прохладно. Даже летом в жару. Это не горизонт завален, это горка. А что я, собственно, сюда приперлась с костылем? А потому что в прошлом году, 1 мая, я нашла здесь грибы. И сделали грибы с картошкой. Пожарили очень вкусные. Что-то пока не видно ничего такого похожего. Но я не теряю надежды. Музыка. 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 Пока нет дождя, хочу снять для вас немножечко творчества. Я взяла вот эти рамочки, буду покрывать их краской. И взяла набор, который начну сегодня. Это нанесенка. Тут ужас ужасный. Но вроде бы одиночек нет. Все такими логическими участками. Начну его сегодня и буду уже продолжать дома. Сейчас у нас собирается дождик, поэтому я не знаю вообще, стоит ли начинать красить. Хотя краска вроде бы не вонючая. Краска вот такая. Универсальная эмаль. Я ей уже красила. Вот. И хочу повторить подвиг. Так что пытаюсь обезвредить эти заготовки у мастериц. Они красят нитки, я уже говорила. И поэтому вот так. Сегодня задача минимум такая. Ой, вообще воды на попу сверкает, когда он в камере попой стоит. Прям какой обезьяный в брачный период. Это тоже очищенная инсталенция. Сейчас он тебе за обезьяну скажет. Да? О, бля, дрова, бля. Это я вырежу, да? Да, придется. Как тебе наш лагерь? Прекрасно. Прекрасно. Дрова заготовили. Костер горит. Даже ковер на стене висит. На стене леса. На фоне стены леса. Все как дома. Музыка. И Федор. На этом мой влог из леса заканчивается. Меня экстренно эвакуировали, можно сказать, в город. Я сижу одна в квартире. А Федор вместе с друзьями, они в лесу отдыхают. И это правильно, и это важно, и нужно иногда отдыхать. Я очень рада. Я хочу, чтобы он отдохнул за нас двоих. Я счастлива, что мне удалось хоть чуть-чуть побыть в лесу, на нашем месте. Насладиться этим воздухом, этой рекой и общением со своими любимыми друзьями. Я уверена, впереди меня ждет только хорошее. И нас всех вместе взятых. И будет еще не один поход. И я все смогу, я все преодолею. Нужно только вот сейчас чуточку подождать. В общем, я настроена, оптимистично, чего и вам желаю. А с вами была Леся из Сказочного леса. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!